Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, вот мы... Вы знаете, наверное, что Господь сказал, что всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровища, из сокровищницы своей новой и старой. Вот очень важно нам, христианам, уметь различать, что новое, что есть то новое, что принес в мир Иисус Христос, а что было до Него. Вот, например, есть золотое правило, которое бывает фактически во всех религиях, которое говорит о том, что мы не должны желать для себя, мы должны не делать другим то, что мы не желаем для себя. То есть ничего плохого другим не делать. Это есть фактически во всех мировых религиях. Вот что-то похожее говорит и сам Христос, но не совсем одно и то же. Христос говорит о том, говорит так, что во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. И вот здесь очень большая разница. Потому что христианство – это не некая мораль со знаком минус – не делать зла, а наоборот, со знаком плюс – делать добро, активно делать добро. Об этом слышали мы сегодня, когда спросили, какая наибольшая заповедь. И, как мы читали сегодня в Евангелии от Матфея, этот вопрос задает законник, то есть человек, который хорошо знает Священное Писание. И вот на этот вопрос Господь отвечает, что «наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душею твоею, всем разумением твоим». И вот это есть первая и наибольшая заповедь. А потом добавляет «а вторая, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это очень важно, что Господь здесь фактически говорит, что эти две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближнему – они настолько близки между собой, что невозможно их разделить. Вот это именно и значит, что вторая заповедь подобна первой. То есть она столь же важна, как и первая. Но вот этот рассказ нам приводят три евангелиста. И вот Матфей как раз из них приводит самый лаконичный текст. Вот Господь ответил так, что есть первая заповедь, есть вторая заповедь. И как бы все в разговоре с этим книжником. А вот евангелист Марк немножко по-другому приводит, потому что, во-первых, человек, который задает вопрос, хочет искушать Христа. А дальше Господь вот в Евангелии от Марка отвечает то же самое. Но после этого книжник, то есть большой специалист, он подтверждает, он говорит, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного кроме него, и любить его всем сердцем, всем умом, всею душею, всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех, все сожрений и жертв». И вот мы видим здесь, что не только Христос, но и книжник, то есть большой специалист по Библии, по закону того времени, и он считает, что это самое важное. Притом этот книжник приводит эти две заповеди как будто одна, потому что Христос говорит первая такая, а вторая подобная. А в своей реплике вот этот человек говорит об одной заповеди. Вот то же самое говорит апостол Лука, где даже разговор немножко по-другому происходит, потому что книжник задает вопрос, а Христос отвечает, «А что ты читаешь в законе, что там написано?» А вот в этот раз не Христос, а этот книжник говорит, что написано так, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением и ближнею твоего, как самого себя». То есть здесь даже речь не о том, что есть первая и вторая, а это единая заповедь. Так считает этот законник. И вот когда Христос ему говорит, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить», то этот человек, чтобы оправдаться, он задает вопрос, «А кто такой мой ближний?» И вот здесь Христос рассказывает удивительную притчу о добром самоременении, который дает нам пример такой милосердной любви. Что для нас важно, сравнивая вот эти разные тексты? Важно то, что к тому времени, вот первый век нашей эры, когда жил на земле Иисус Христос, не только Он, но и благочестивые люди того времени считали, что нельзя любить Бога, если не любить ближнего. И нельзя любить ближнего, если не любить Бога. Это не есть то новое, что принес Христос, потому что и до Него так считали компетентные люди, богословы, специалисты по закону и благочестивые люди. И тогда, казалось бы, где то новое, что принес Христос? А вот есть и что-то новое, потому что в Евангелии от Иоанна мы читаем, как Христос говорит, «Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». А потом чуть дальше в этом же Евангелии говорит, «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга». Вот и выходит, что любить Бога и любить ближнего, и то, что эти две заповеди, их нельзя разделить, так считали уже до Христа. А вот для нас, христиан, самое важное – это именно то новое, что принес Христос – заповедь о взаимной любви. Не только любить Бога, не только любить ближних, но любить друг друга. Жить так, вот в мире и согласии между собой, в таком мире и согласии, чтобы сам Господь присутствовал посреди нас. Ведь Он сказал, «Деду или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот это для нас, христиан, самое важное. Будем любить Бога, будем служить нашим ближним, но будем прежде всего стараться жить во взаимной любви между собой. Аминь. Спасибо.